Здравствуйте, уважаемые садоводы! Здравствуйте, уважаемые подписчики! Мы сегодня на луковом поле. Убрали уже половину лука. И я хочу рассказать о том луке, который сейчас сохнет на этом участке. Ну, так скажем, у меня есть ролик, как я рассказывала о чудодейственном приобретении лука-шалота архангельских монастырей. Было всего две луковички. И всегда, когда мы его вот кушали в сыром виде, мне мой супруг говорил, он острый очень. Надо сладкий покупать, вот такой, как китайский. Но китайский не всегда в магазинах сладкий. Это плоский такой лук. Он абсолютно не хранится. И вот однажды мы поехали с ним в город Хевис. Это Венгрия. На тёплые воды. И в декабре, в середине декабря были на местном рыночке, купили сало местного производства, колбасу. А известно, что Венгрия славится своими мясными продуктами. Ну и на этом сельскохозяйственном небольшом рыночке были всевозможные венгерские сельскохозяйственные продукты. Перцы маринованные, бобы, фасоль, орехи, чего там только не было. И я обратила внимание на лук, который лежал на прилавочке. И был сивок-лук, и был длинный лук. И весьма интересно, женщина, которая продавала этот лучок, она умела говорить ещё и по-русски. Ну и она сказала, что это лук-шалот. Я купила 4 луковички с тем, чтобы вечером за бутылочкой вина, а там, кстати, на этом жирночке мы купили бутылку великолепного домашнего вина, кусок сала и вот лук-шалот. Кусок сала и вкуснейшее венгерское вино мы употребляли вечером. И я отметила, что великолепный сладкий вкус этого лука. Но на следующий день, рано утром, мы уже уезжали. И от нашей трапезы осталась всего лишь навсего одна луковица, это луково-шалота. Я её бросила быстренько в чемодан, ещё не думая о том, что буду я заниматься селекцией этого лука или нет, но мне пропадать же добру. И вот когда приехали домой, у меня сразу появилась идея. А почему бы не скрестить мой лук из архангельских монастырей с луком венгерским? А ещё время было не поздно. Я посадила в горшочки тот и другой лук и рано весной перенесла в теплицу. Он дал, естественно, стрелку, а потом уже началось вот это чудодействие. Теперь прошло уже пять лет. У нас великолепный гибрид между архангельским луком и луком венгерским. Была всего одна луковица, а здесь было две луковицы. Я получила очень много семян. И посевом семян непосредственно в ящики, потом в открытый грунт мы вот получили такое огромное поле замечательного лука-шалота. Он сладкий. Он, конечно, не такой сладкий, как венгерский. Но если его сравнить с этим луком, этот более острый. А этот лук полуострый, очень урожайный, достаточно крупный. Он более урожайный, чем этот. И, как ни странно, оба лука оказались устойчивы к пероноспорозу и другим немалоприятным заболеваниям и вредителям. Ну и теперь я вот сейчас возьму камеру и покажу. Проведу вас по полю, чтобы вы воочию убедились, насколько хорош лук. И я предлагаю вам тоже экспериментировать, создавать свои интересные формы лука. Вот сейчас у меня тоже есть маленькая идея по поводу очень сладкого, размножения очень сладкого лука. И перевести его тоже на платформу шалота. Итак, пойдемте посмотрим по моим полям, как выглядит лучок шалот. Ну, это вот грядочки на просушке. А это вот я отобрала лучшие формы для дальнейшей селекции. Ну вот, смотрите, у этого лука есть маленький минус. Очень долго шейка не сохнет, и нужно вылежаться на поле. А вот у архангельского лука он более скороспелый, и он уже абсолютно сухой. Ну и вот, проведу вас по всем грядочкам. Обычно в гнезде 2-3 луковицы. Всадим мы в поле самую мелкую фракцию. Крупная фракция идет либо на еду, либо на продажу, либо на выгонку. То есть этот лук еще обладает очень хорошей способностью. Он очень легкий, долго-долго лежит. И вот сейчас у меня еще есть десяток ящиков лука, которые я буду высаживать сейчас уже в августе на выгонку, для того, чтобы получить лук-перо в самый-самый такой луковостребованный период, когда уже все луки на грядках просто-напросто ушли в закрома родины. А лук-батун уже старый и не такой вкусный. И вот тут-то идет в дело замечательный лук-шалот, который имеет длительный период хранения. Ну, что вам сказать, что почва здесь весьма неплодородная. Как видите, вот здесь и камни, это место бывшей свалки. Перегноя мы сюда практически не вносили так чуть-чуть, лишь бы только дать ему для начала, для толчка. Минеральных удобрений тоже не применяли. Но если мы используем весь арсенал агротехнических мероприятий, то есть внесем хорошую дозу минеральных удобрений, хорошую дозу органики, то я думаю, что на ваших грядках лук-шалот будет просто великолепным. Всего доброго вам здоровья и до скорых встреч!